Юлию Тимошенко ждут наличия в Германии. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел ФРГ по собственной инициативе, посетивший Украину. Немецкая страна пытается спасти бывшего премьера, а украинская подписать новый пакет соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом. О результатах встречи в репортаже корреспондента РТВ в Киеве Анастасии Ханякиной. Министр иностранных дел Германии назначил встречу с украинским коллегой на 7 утра. «Ранний завтрак в приятной компании» – так назвал встречу глава украинского МИДа Леонид Кожара. Конструктивный диалог добавил Гиду Вестервелли. Германия ждет Украину в Европе, Украина делает шаги. За рамки столь дипломатического тона разговор не вышел. О Юлии Тимошенко немецкий министр заговорил, отвечая на единственные вопросы, которые позволили задать журналистам. Госпожа Тимошенко имеет полное право на честный судебный процесс и на соответствующее лечение. Несмотря на столь скромные комментарии, судьба Тимошенко – главное, что волнует Гида Вестервелли в рамках этого визита. Он обсудил ее с дочерью Юлией Тимошенко Евгении и выслушал двух лидеров оппозиции. «В Вильнюсе мы должны подписать соглашение, а Юлия Тимошенко должна получить свободу. И первый шаг к такой свободе – это предоставление ей возможности получить медицинскую помощь в Германии». Оппозиция попросила немецкого министра убедить Януковича в необходимости этого шага. Однако Евросоюз и США безрезультатно убеждают в этом президента Украины уже больше года. Чуда не произошло и сегодня. «Я еще раз подчеркнул, что в случае с бывшим премьером мы должны найти решение. Наше предложение о лечении Юлии Тимошенко в Берлине остается в силе. И мы будем работать над решением этой проблемы и далее». Из Украины Гидо Вестервелли полетел в Литву. Пока здесь решается судьба Тимошенко, там будут приниматься судьбоносные решения для всей Украины. Саммит стран-участниц программы «Восточное партнерство» назначен на ноябрь. С 1 июля Литва возглавит Евросоюз на полгода. Накануне премьер-министр Литвы заявил, что подписание соглашения с Украиной об ассоциации – это цель для ЕС. Но ее реализация под большим вопросом. Все зависит от Виктора Януковича. Ранее украинский президент утверждал, что лечение Тимошенко за рамками страны не согласуется с украинским законодательством. Сейчас он допускает такой вариант и называет это гуманитарной миссией. Независимо от того, позволит ли Тимошенко уехать в Германию, ее точно не допустят к участию в выборах президента в 2015 году. В этом политологи не сомневаются. По украинскому законодательству лица, имеющие судимость, не могут быть депутатами, не могут занимать высшие государственные должности. Вот это главное правовое препятствие для участия Тимошенко в выборах. И, скорее всего, на уступки в этом вопросе не пойдут. Народ за Тимошенко воевать тоже не будет, подчеркивает политолог. Помимо очевидных фанатов, она наработала в украинской политике солидный кредит недоверия. А за время ее заключения в стране появились новые фавориты.